Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Христианская страничка». Тема нашей сегодняшней беседы — «Таинство крещения». Отец Анатолий, здравствуйте! Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, что нужно знать молодым родителям для того, чтобы крестить ребенка? Если родители регулярно ходят в храм, исповедуются, причащаются, живут по заповедям Господним, это самое главное, что они должны знать, чтобы свою ребеночка, когда они принесут купели для крещения, они, естественно, выберут уже и крестных людей верующих, благочестивых, потому что крестные отец и мать — это именно те люди, которые будут духовно также влиять на ребенка. и они еще для того крестные, что на случай, бывает в жизни так, что когда кто-то из родителей уходит из жизни, то они вот как раз, и почему она называется отец и мать, они должны остаться вместо одного из родителей, родителя и воспитывать этих детей, чтобы по жизни они всегда были со взрослыми людьми, с благочестивыми рядом. Это очень важно, потому что ребенок должен с детства уже видеть пример благочестия, порядочности и стремиться к этому. Понятное дело, что в семье всякое бывает, бывает, что родители идеальных отношений нет, и родители где-то, может, небольшой конфликт в семье или еще какие-то отношения. А крестные тем хорошо, что они в отдельной семье живут, в разных семьях, тем более, что крестные не должны быть мужа и жена опять-таки, а в разных семьях. И ребенок, когда приходит ребенка, он не видит только с этой, с духовной стороны, что вот они поддерживают, ходят в храм, берут ребенка с собой, если не могут родители по каким-то причинам пойти там. И они, ребеночка, все время к церкви, все время к Богу. Вот это задача и родителей, и крестных, вот так влиять на ребенка. Отец Анатолий, скажите, пожалуйста, в каком возрасте необходимо крестить малыша? Крещение вообще-то заменило обрезание. В Ветхом Завете было обрезано на восьмой день. И потом уже, когда стало вопрос обрезания, мы знаем, где они стихопослов описаны, когда собор вот так апостола был, они собрались и решали этот вопрос. Было решено, что обрезание не надо делать, теперь не надо обрезание проводить, а крещение будет. И вот теперь, когда мы крестим малышей, естественно, на восьмой день мы можем крестить ребенка. На восьмой день и старше. Поэтому здесь уже смотрят родители по обстоятельствам. Но в любом случае, чем раньше покрестят, у нас считается, на восьмой день я даже крестил ребенка у священника. У меня просил, я крестил буквально третий день. Позволяется крестить ребенка, здесь нет таких запретов, каких-то ограничений. Желательно, конечно, покрестить его, чтобы он уже был крещен, чтобы душа была рождена для вечности. И ребенок уже жил с Богом с первой, кажется, минуты события на земле, вот скажем сразу. Можно крестить в любое время. Нет каких-то определенных... Ну, желательно, конечно, там описано в книгах, что если кто-то до пяти месяцев не покрестит ребенка, и, не дай Бог, он скончается, то уже считается грехом у родителей, потому что они не приняли меры для того, чтобы все-таки он был крещен. Ведь крещение – это не просто принесли ребенка там и совершили таинство. Это ведь Христос как оказал, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Это написано в Иоанне от Иоанна. Поэтому надо, чтобы душа была готова войти в вечность. Она должна быть рождена для вечности. Происходит этот момент крещения. И заботливые родители, конечно, стараются сразу ребеночка покрестить, и чтобы он возрастал в духе и истине, чтобы он уже с Богом, кажется, с самых маленьких лет. Спасибо, отец Анатолий, за интересную беседу. С вами была программа «Христианская страничка». До свидания. Спасибо Господи.